Всем привет! В этом видео я буду рисовать магов, колдунов и волшебников. И по формату это видео будет похоже на видео про викингов. Хочу сказать вам огромное спасибо за идеи и пожелания, которые вы оставляли в комментариях под видео о викингах. Потому что именно в этом видео я попросила вас придумать для меня следующее задание, чтобы порисовать. Я не знаю, почему мне самой не пришло в голову порисовать колдунов и волшебников, но благодаря вам я теперь могу это сделать. На этот раз я буду рисовать только мужских персонажей, только чуваков. А девочки будут в следующий раз. Хочу сказать, что с персонажами этого типа у меня дела обстоят иначе. Я немножко по-другому о них думаю и иначе их представляю. Наверное, это связано с тем, что это персонажи более распространенные. Благодаря всяким фильмам, мультфильмам, сериалам очень много готовых образов, которые, конечно же, заполняют мою голову. И, возможно, кто-то из персонажей, которых я сейчас нарисую, будет похож на каких-то реально существующих колдунов и магов из разных вселенных и фильмов. И первый волшебник у меня будет достаточно высоким, худощавым, с узким лицом, модной челкой и длиннющей бородой. Если в викингах я боялась делать такие формы для бороды, то тут, мне кажется, это наоборот. Нужно обязательно использовать, и это будет супер ошибкой, если я не буду рисовать такие классные бороды. Персонажам такого волшебного плана необходима волшебная, соответствующая их образу борода. Про поиск образа и визуальные особенности самих персонажей, такого вида как волшебники, много говорить не буду, потому что я очень подробно изложила свою точку зрения на этот вопрос в видео о викингах. Если вам вдруг стало интересно, и вы его не смотрели, то посмотрите. Скажу только одно по этому поводу. Я буду рисовать таких волшебников, чтобы они были прям вот настоящими волшебниками. Даже если они будут вырваны из контекста этого видео, я хочу, чтобы персонажи, которых я сегодня нарисую, оставались теми самыми волшебниками. Чтобы это было понятно при первом же взгляде на них. Видимо, первый персонаж потянул во мне какие-то воспоминания, и теперь я рисую что-то типа эльфа-мага. По крайней мере, по длине своих волос, образу и одежде он очень похож на какого-то боевого мага и немножко эльфа. Визуально мне хотелось в этот раз попробовать удлинить нижнюю часть ноги и сделать верхнюю максимально узкой и коротенькой, но при этом руки оставить длинными. Я постараюсь не во всех набросках рисовать посохи и шляпы, но придумать такого персонажа, чтобы было понятно, что он какой-то волшебник, и при этом не имеет шляпы и посоха достаточно сложно. Ладно, пришло время добродушных толстеньких магов. Думаю, что я об этом говорю в каждом видео, которое устроено таким же образом, когда я делаю именно наброски на чистом листе бумаги. То есть я не нарисовываю какую-то картинку, а создаю что-то с самого начала, с нуля. Так вот, я говорю о том, что я не думаю в голове. У меня нет какого-то образа в голове, который я полностью повторяю. Да, у меня есть какие-то идеи, которые накладываются, и я начинаю что-то там рисовать дальше. Но мне больше нравится думать именно над формой. То есть ты нарисовал там голову, дальше ты рисуешь следующую форму, и просто визуально ты смотришь, как это все стыкуется, и я ищу именно красивые линии. То есть для меня вот эта вот визуальная штука, которая получается прямо перед моими глазами, она важнее, чем визуальная штука, которую я вижу в своей голове. Я даже, когда беру какие-то заказы и работаю над какими-то проектами, я не могу сразу написать идею. Мне нужно порисовать. То есть пока я не сажусь за работу, у меня нет никаких представлений, как это будет. Только в процессе работы я начинаю думать. Поэтому я всегда всем пишу, что не ждите от меня идей сразу же в тексте. Я так не работаю, я так не умею. Я вам лучше понакидаю всяких там набросочков и отправлю, что я думаю, с каким-то сопровождением. Я подумала, что можно добавить ему такую деталь, как какой-то огромный медальон. И мне кажется, под всю эту форму очень подойдет именно большая широкополая шляпа. Я бы его еще всякими птичками украсила. То есть чтобы они летали вокруг, сидели на его плечах и, например, на ветках посоха. Я еще дорисовала ему на коленнике. Мне кажется, что это тоже такая симпатичная деталь для его образа. Я пока рисую этот набросок, понимаю, что мне совершенно не нравится, как получилась голова, шляпа и борода. По форме мне это все не нравится. Это слишком просто и очень похоже на соседнего персонажа. Я дорисую ноги и корпус. И, наверное, переделаю его голову полностью. Мне вообще вот этот вот силуэт, этот персонаж пока что нравится больше всех. Он такой какой-то прям мягкий, милый и приятный. Форма у него очень симпатичная вышла. Получив такой образ, я подумала, что ему необходим рюкзачок. Хватит рисовать шляпы, нужно придумать что-то на замену. И я вспомнила о плащах и капюшонах. Пока я делала набросок, я подумала, что будет здорово сделать такой очень объемный капюшон в районе плечей. То есть, чтобы он прям накрывал эти плечи. И еще я хочу добавить такой элемент внизу плаща, как лоскуты отдельные. Они будут похожи на щупальцы. Как раз эта идея с такими лохмотьями, щупальцами пришла от бороды. Я подумала, что нужно ее как-то подкрепить визуально, как-то красиво дополнить. И появились вот такие вот лохмотья внизу плаща. Но от посоха я пока не могу избавиться. Я думаю, что если я уберу посох, то он сразу станет недоволшебником. Хотя можно попробовать. Сейчас попробую иначе нарисовать руки, и может быть это будет нормально смотреться. Кстати, хочу еще сказать по поводу именно этого наброска. Мне очень нравится линия волос вверху, как она идет. И я даже теперь склоняюсь к тому, чтобы вообще не рисовать капюшон. Некоторые линии получаются случайно такими прикольными, что ты начинаешь спорить сам с собой и выбирать, что же лучше. Что интереснее, с капюшоном или без. И, кстати, когда у меня такие сомнения, я обычно делаю что-то прозрачным. Это я недавно научилась. Смотрите, у меня все-таки получилось избавиться от посоха. И он будет кидаться огнем. Если удалось откинуть посох, то теперь будем избавляться от бороды. Я хочу нарисовать такого молодого волшебника. Не знаю, что выйдет. Но он будет худым, молодым, без бороды и может быть даже без посоха. А по всяким элементам и деталям посмотрим. Вот как линии пойдут. Хочу нарисовать ему очки. Изначально, когда я рисовала викингов, я думала, что потом я их покрашу. То есть сделаю лайн и покрашу. И это будет одно видео. Но потом я поняла, что персонажей получилось очень много на одном листе. И я буду рисовать это долго. Потому что покрасить и сделать лайн это в 4 раза дольше, чем вот такие вот наброски порисовать. Если на это у меня уходит 20 минут, то на другую работу уйдет часа 4. И даже если я все ускорю, все равно получится катастрофично длинное видео. И я решила, что разобью это видео про викингов. Ну, теперь еще про волшебников. На две части. Будет отдельно лайн и доработка. Может быть перерисовка каких-то элементов и каких-то персонажей. И потом уже покрас. Что вы думаете по этому поводу? Или может быть пополам их разбить? Или по группам? И нравится мне его прическа. Эта форма. Никак не могу уловить вот такую, чтобы визуально она смотрелась хорошо. Тут должна быть какая-то легкая симметрия. Но при этом вся форма вот этой вот прически, общая форма, должна быть красивой по силуэту. Я подумала, что я еще не нарисовалась. И хочу изобразить еще одного волшебника. Примерно такого же плана, как предыдущий. То есть он будет молодой. Возможно, безбородый. Посмотрим. И худой. Я прям вот этого персонажа вижу в цвете. Светлые волосы. Возможно, серые, фиолетовые или желтые. Любого цвета тут будет хорошо. И полосатый свитер. Вообще, он сейчас у меня стал очень походить на персонажа Over the Garden Wall. Это все этот колпак. Кстати, можно, правда, сделать его потом красным. Я уже упоминала о том, что очень хочу порисовать ниндзя. И эти рисунки, эти наброски будут немножко с другой задачей и в другом формате. Если в викингах и волшебниках я ищу разные образы, и сами эти темы позволяют придумывать эти образы. То есть внутри колдунов есть куча разных подколдунов. И то же самое с викингами. Они могут быть совершенно разными. И все это викинги. То с ниндзя немножко дела обстоят иначе. Если, например, я буду рисовать ни худого, ни пластичного чувака, то он будет уже очень сильно не походить на узнаваемого ниндзя. То есть, если я вырву его из контекста своего видео и просто покажу, будут вопросы. Вопросы в том, что это, возможно, не ниндзя. Это вот тот пример, который я приводила с Мэрлином Мэнсоном. Кстати, мне кажется, Мэрлину пошло бы быть и колдуном, и ниндзя, и, может быть, даже викингом. Так что именно в ниндзя я буду рисовать разные позы. Это будет одного типа фигура. И вот признаться, мне такого формата не очень интересно рисовать картинки. Мне сейчас интереснее поработать именно над образом, над визуальной составляющей. Чтобы это было как можно больше разных персонажиков. Надоели мне все эти разные позы с одной и той же фигурой. Тут все как-то быстро нарисовалось. Я подумала о том, что визуально мне очень нравится, как получился мой маг-эльф. И нужно нарисовать подобного по форме персонажа. То есть, такими же пропорциями. Но в другой позе и, может быть, что-нибудь ему новенькое добавить из элементов, чтобы он совсем не был похож на предыдущего. Сейчас, пока я рисую этого волшебника, у меня почему-то возникло в голове два образа. Первый образ это Локи. А второй это, я забыла, как его зовут, но это чувак из Матрицы. Это чувак из Матрицы, который потом еще играл во Властелине колец Элронда. Я подумала, что можно скрестить образ волшебника с образом вампира. Не знаю, что из этого выйдет. Я даже хотела вначале сделать какую-нибудь позу нестатичную, но что-то не получается это сделать нормально. Наверное, лучше все-таки поставить его устойчиво. Но хочу, чтобы из рук у него вылетали какие-то огни, чтобы были скрюченные пальцы и широко и агрессивно расставленные руки. О, кстати, можно даже какие-нибудь разряды молнии нарисовать. Либо вокруг него, либо прям в руках. Я выбираю те линии, которые красивые. То есть, если я, например, нахожу какие-то новые красивые линии, то я отказываюсь от прошлых. И поэтому образ может очень сильно измениться в процессе и очень сильно отличаться от первых каких-то линий и поисков формы. И даже если я говорю о том, что вот сейчас я попробую нарисовать такого-то чувака, может получиться все иначе. И мне нравится именно в таких набросках то, что у меня нет какого-то ТЗ, какого-то задания. То есть, я могу просто свободно рисовать то, что мне придет в голову. И я могу себе даже позволить, если вдруг у меня что-то не получается, все заменить и нарисовать так, как у меня получается. Или именно так, как вот сейчас я решила или хочу все это видеть. Из-за того, что хочу отказаться от каких-то стандартных элементов, характерных для изображения волшебников. Шляпа, посох, плащ. Пыталась вспомнить, каких магов и волшебников я знаю, которые выглядят как-то нестандартно, но при этом, чтобы не было повторений. И я вспомнила Доктора Стрэнджа и решила, что можно нарисовать фраг. Хотя он не был во фраге, не знаю. Но у меня будет фраг и плащ. Короче, у меня Доктор Стрэндж наложился на вампиров и еще на магов и на волшебников. И получилось вот что-то такое странное. Я, кстати, так как мне предстоит красить всех и все, уже задумываясь о цвете. Сначала хотела делать викингов в двух цветах, в синим и красном. Потом подумала, что это слишком просто. Нужно взять какое-то сочетание, которое вообще никто не ожидает от меня. Подумала о оранжевом и фиолетовом. Оранжевый, потому что можно делать им рыжие бороды. Это будет красиво. То есть оранжевый точно мной забронирован. А вот второй цвет я еще думаю. Но может быть я даже больше цветов выберу. Тут, наверное, я уже начала думать о ниндзе. Зря я о них вспомнила. И у меня получился такой волшебник, который отражает удары или готовится отразить с помощью каких-то магических штук. Я думаю, что мне хватит листа еще на два или три образа. Смотря на сколько они толстенькими у меня выйдут. Кстати, в этот раз так быстро закончился лист бумаги. Я почему-то думала, что у меня получится больше вариантов и больше образов. Мне кажется, викингов у меня получилось побольше на одном листе. Или, может быть, это просто я неправильно все запомнила. И это только кажется. Когда уже несколько набросков, очень легко приходят идеи в голову. Ты смотришь на что-то, уже у тебя больше всяких вариантов попробованных и реализованных. И как-то дальше вроде ты как бы разрисовался. И не хочется останавливаться. А первый набросок делать, конечно, сложнее всего. Ну вот первые три. А потом уже как-то все по накатанной идет. Идеи уже сами появляются. И тебе приходится уже даже выбирать самую интересную. В процессе у меня получилась такая форма и такая линия, которая изменила силуэт всего балахона. И он стал похож на такой очень высокий грибок. Хочу тоже ему такие страшные руки со скрюченными пальцами напряженными нарисовать. Такой формат меня очень вдохновляет. Поэтому ждите много-много видео с разными персонажами. И огромное вам спасибо за идеи, которые вы оставляете в комментариях. Потому что я все читаю. Вы, наверное, сами видите, что я все читаю. И всем стараюсь ответить всегда. И я уже записала себе и отобрала несколько идей, которые вот прям мне пипецки хочется реализовать. Ну а то, что можно ожидать в ближайшее время, это ниндзя. Уже второе видео про них говорю и обещаю вам их. И хочу порисовать ведьм. То есть такой же лист, но с персонажами женского пола. Спасибо вам большое за просмотр и поддержку. Мне очень приятно, что вам понравился такой формат. Потому что мне он безумно понравился. И, конечно же, делать видео, когда вкусы и интерес с обеих сторон совпадают, гораздо приятнее. Если у вас будут еще какие-то идеи по персонажам. Именно по таким персонажам, из которых можно выжать как можно больше образов. Не силуэтов, не каких-то поз, а именно образов. Пишите, с удовольствием все прочту. И самое классное запишу себе и порисую. Всем волшебной недели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok